Здравствуйте! Подходит к концу очередной год и уже по традиции мы говорим о том, как весело встретить Новый год, а также культурно и содержательно провести каникулы. О том, как можно отдохнуть, не выезжая за пределы города, расскажет заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Самары Евгения Мещенко. Евгения Борисовна, здравствуйте! Здравствуйте, Катяна! Предновогодняя кампания уже началась. Что уже произошло? Что горожане уже успели заметить, даже немножко попраздновать и проникнуться вот этим предновогодним настроением? Ну, действительно, уже 22 числа, воскресенье, российский Дед Мороз дал старт нашим новогодним мероприятиям в Самаре, именно празднованию. Хотя мероприятия, конечно, они уже, в общем-то, идут с начала декабря так или иначе, и спектакли, и представления и в школах, и в наших учреждениях культуры. Но вот, однако, такое вот событие, как открытие центральной площади, это площадь Куйбышева, новогодний комплекс на ней, это произошло буквально вот в прошлое воскресенье. А как давно к нам приезжает Дед Мороз из Великого Устюга? Вы знаете, эта традиция, она ежегодная. Он приезжает, начиная с 2006 года. То есть это уже наш добрый друг, он знает, где что находится в нашем городе, где площадь Куйбышева, где сцена, где усадьба его друга, Самарского Деда Мороза. Он там тоже побывал, они так поприветствовали ребят. Это уже наш такой хороший товарищ. Да, как хорошо, что его маршрут в нашем городе, в его карте. Они проходят через Самару. Давайте посмотрим сюжет. Наша съемочная группа как раз была на этом мероприятии праздничном, а потом продолжим. Очередной визит в Самару Дед Мороз из Великого Устюга традиционно начал с посещения театра Самарская площадь. Там прошла благотворительная елка для детей с особенностями здоровья. Вместе с главным волшебником ребята пели песни, водили хороводы, а под конец зажгли елку. Елочка красавица, всем нам очень нравится, правда ли? Да! Мамочка, елочка засверкала разноцветными огонечками. А вы нам поможете? Да! А давайте же все вместе. Раз, два, три, елочка, гони! Из театра главный новогодний сказочный персонаж отправился в школу номер 132. Там его ждали одаренные ребята со всего города, победители и призеры областных олимпиад. Талантливые школьники провели для российского Деда Мороза танцевальный флешмоб. Давайте порадуем Дедушку Мороза! Молодцы, молодцы! Дед Мороз рассказал, что в этом году от детей и взрослых ему пришло более трех миллионов писем в резиденцию в Великом Устюге. Не все просили в подарок игрушки и гаджеты. Многие мечтают о самых простых вещах. Например, о здоровье себе и близким. Или, к примеру, обнять главного волшебника страны и сделать с ним селфи. Я хочу, чтобы в нашей семье все было хорошо, никто не болел. Счастье, радость и здоровье в любви. Я считаю, что загадывать гаджеты – это немножечко типично, поэтому я тоже лучше пожелаю здоровья родителям и всей семье в основном. Карелия, Удмуртия, Якутия. Дед Мороз побывал во многих регионах России. Из Самары он отправится в Ригу, Калининград, Москву, Санкт-Петербург. Всего в планах объехать около 50 городов. Площадь Куйбышева полностью готова к празднованию Нового года. Не хватает только снега и мороза. Трескучего пока еще нет. А вот Дед Мороз с подарками, волшебным посохом и снегурочкой уже создает настоящую атмосферу праздника. Дорогие мои друзья, всех самарцев от Мала до Велика поздравляю с Новым Годом! Желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. Добрых свершений и новых мечтаний, таких же красивых, как моя новогодняя сказка. Сказочные герои и развлечения уже ждут самарцев в усадьбе Деда Мороза на площади Куйбышева. В этом году на новой волшебной станции Мышелавка всех встречает символ наступающего года – мышка. Она предложит достать из волшебной корзинки открытку с предсказанием, чего ждать в наступающем году. Усадьба Деда Мороза будет работать до конца новогодних каникул. А сказочное убранство и праздничные инсталляции еще долго будут радовать самарцев. А успел российский Дед Мороз пообщаться с самарскими детьми? Да, конечно, конечно. Вот мы уже видели из репортажа, что он побывал и на представлении для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Ну, они больше часа, наверное, общались и загадывали желания, фотографировались. Посетил городскую больницу. То есть у него всегда эта акция не просто вот такая вот новогодняя, поздравительная, но и, ну, наверное, социальная все-таки тоже. Посетил деток, которые вот лечат сейчас больницу номер два. Это тоже важное. Я думаю, они очень обрадовались. Потом побывал вот действительно в 132-й школе, там детский праздник. И с удовольствием пообщался на площади Куйбышева. Побывал в доме нашего самарского Деда Мороза. Они вместе поздравили ребят. Мне кажется, это было очень приятно. Но вы знаете, правда, как в сказку, как в детство попадаешь, вот до сих пор, когда видишь этот чудесный волшебник. И вам тоже удалось пообщаться с Дедом Морозом, да? Да, ну так, да. По роду службы удалось. И совершенно необыкновенные впечатления, очень радостные. Да, ну вот вам везет. Хотя любой желающий, наверное, мог прийти на площадь и увидеть Деда Мороза. Не ошибаюсь, наверное, если скажу, что площадь Куйбышева – это самое главное центральное новогоднее место Самары. Какой будет программа уже 31 декабря? Как настроиться, чего ждать и что будет вот уже к 12? Я вам скажу больше. Даже не будем ждать 31. Так, еще раньше что-то будет. Давайте уже можно буквально уже и сегодня, и завтра приходить на площадь. Работает усадьба Самарского Деда Мороза. В будние дни она у нас работает во вторую, так скажем, смену с 5 до 8 вечера. Ну, это уже как бы после работы, чтобы ребятки с родителями могли приехать на площадь. И, пожалуйста, вход, как всегда, мы напоминаем, бесплатный. Билетов мы не продаем. И не покупайте ни у кого, ни у каких перекупщиков. Даже такие случаи были. Кто-то продает свое место в очереди или еще что-то. Это все бесплатно. Работает горка, работают ледовые катки. И с 27 числа мы начнем вот такой вот новый, интересный, мне кажется, проект. Это дискотека «Диджей Мороз». Она будет работать вечером. Ну, мы понимаем, да, заканчивается программа на усадьбе, детская программа. А, в общем-то, на площади жизни-то она не останавливается. Очень много молодых людей. Они тоже приходят посмотреть. И, может быть, хочется и потанцевать. Вот такая вот танцевальная программа будет с 27 декабря и до конца новогодних праздников. До 8 января. Каждый день. С 8 до 10 вечера. То есть вот такая вот... Просто музыка, хочу уточнить. Такой диск «Новый год». Это просто звучит музыка, желающий танцует? Или будут там какие-то... Нет, мы, конечно, и диджеев приглашаем, и такую вот группу танцевальной поддержки. Да, вот это замечательно. И приедут в гости национальные Деда Мороза, такие образы. А у нас есть, так скажем, опыт приема таких гостей. Это и Санта-Клаус, и Йолу-Пуки из Финляндии, и мордовские, чувашские, татарские Деда Мороза. Ну, как не прийти на эту замечательную дискотеку этим персонажам. И хочется к этому перечню причислить еще и мышку. Скажите, взаимосвязь с Восточным годом будет какая-то или нет в праздновании? Ну, знаете, очень условно. Ну, конечно, просто очень симпатичный персонаж. Вот если мы вспомним, да, то в русских народных сказках это такое запасливое, доброе существо, прямо скажем. И у нас тоже мышка, она такая богатая. У нее она приготовилась к зиме. У нее хороший склад. У нее там много всяких товаров, всякого добра. И зерна, и горох, и рис, все в мешках. Все у нее припрятано. Поэтому и Новый год будет таким вот сытым, благополучным, богатым. И эта мышка предлагает всем просто еще, ну, как вот, на счастье, вытянуть такой вот билетик с пожеланием на Новый год. Это тоже приятно. Да, конечно, приятно. Конечно, у каждого свой. И всегда мы ждем каких-то сюрпризов, чудо. Они все хорошие. Все прогнозы замечательные. Но это на самом деле позитивное настроение, это самое главное, что входит, кстати, и в ваши задачи вот именно создавать. Скажите, а как выстраивается сама программа новогодняя? Какие составляющие обязательные для того, чтобы вот такой полноценный уже был и празднование, и программа? Ну, действительно, много вот направлений, потому что мы, если говорим об общественных пространствах, это, ну, одна тема. Это, конечно, визуальная красота, конечно, должна быть. И мы видим, что Пулач Кубишева, она хороша. Хорошо, очень интересное оформление. И вот этот леночный комплекс, современные медиагирлянды. Там ведь, ну, действительно, не столь красоты вот в конструкциях, наверное, сколько вот в медиасопровождении. Иллюминация. Это очень красиво, когда они работают, поддерживают друг друга. Ну, мы еще усилим, вот тут тоже с 27-го числа еще не будем. Пусть будет сюрприз, еще будет световое. Это световые эффекты, тоже будет очень эффектно. Конечно, вот общественные пространства. Я должна обязательно сказать, наша передача, она для жителей города, что и правительство Самарской области большую работу проводит, потому что бы новые пространства задействовать и привлекать внимание, и развивать. Это территория у Самар-Ариена, конечно. Там появляется зимняя олимпийская деревня. Сейчас уже активно эта информация поступает и в сетях, и в новостях. Это очень хорошая программа. Живая, интересная такая вот именно для всей семьи, для всех возрастов. Она будет работать с 28-го числа. Мы видим, что на площади Славы у правительства области появился прекрасный елочный комплекс, новая елочка такая красивая. Она красивая, она архитектурная. Хотелось бы, чтобы там тоже была какая-то программа. Там тоже все это будет. Там каток появился, понимаете. То есть еще как минимум два таких пространства работают, новогодних, хороших, интересных. Как будут задействованы коллективы художественные, творческие, городские? Ну, если мы говорим о наших учреждениях культур, то я вам должна, конечно, немного статистики раскрыть. 424 мероприятия мы все сложили, посчитали только то, что проводят наши подлинностные организации. Ну, конечно, большую нагрузку берут на себя прежде всего дома культуры. Буквально вот с прошлой недели по два-три представления каждый день, так до конца новогодних каникул. Новые сценарии написаны, костюмы сшиты. То есть такие интересные программы. Если мы говорим про театры, конечно, ну, самый-самый такой вот пик работы, естественно, без всяких выходных. Это и театр витражей, задумка прекрасная, спектакли новые подготовила Лукоморье. Они будут в «Звезде» проходить. Очень красивые, яркие, красочные. Театр Лукоморья, опять же, тоже показывает свою «Снегурочку». Это очень такой интересный, зимний, волшебный спектакль. Все активно работают. Камерная сцена. Театр наш новый, который буквально в этом году получил статус юридического лица, как муниципальное учреждение. Театр-мастерская. То есть все-все работают очень активно. Это интересное время для артистов, сложное, но такое, ну, правильное, необходимое. Да, и филармония, и театр, опера, балета, тут там свои представления. Поэтому в ближайшее буквально время мы с вами сможем увидеть и на сайте администрации, и в «Самарской газете» вот всю афишу новогодних мероприятий. Куда пойти, куда позвонить, узнать, что во сколько и сколько, если это касается каких-то театрализованных представлений, ну, потому что... А выступления артистов уже на свежем морозном воздухе как-то будут? Уже тоже они начинаются с этой недели активно. Если мы говорим... Сначала вот я, наверное, расскажу про районные мероприятия, администрацию внутригородских районов. Это, ну, действительно самые лучшие, самые ближайшие партнеры. Они проведут больше 190 мероприятий. Это много. Это тоже праздники двора, праздники соседей, новогодние праздники. Задействованы и крупные вот такие вот пространства. И новая эта Крымская площадь, отремонтированный сквер Фадзеева. Так и совершенно небольшие, уютные дворы, где так любят собираться действительно жители домов. И вместе проводить время, поздравлять друг друга с Новым годом, петь новогодние песни. Вот буквально у меня во дворе, это будет 28-го числа, я уже все вижу. Да, в группе все у нас есть, любимый двор. Приходите тогда-то, тогда-то будут там чай, сушки, хороводы и так далее, и так далее. Ну, вот поэтому большое количество мероприятий. А если в целом по городу говорить, если посчитать, то это, конечно, больше 3-4 тысяч мероприятий. Это очень много. Поэтому, мне кажется, каждый желающий найдет интересное дело, я не знаю, спектакль, представление, какое-то шоу себе по душе. Как коммерческие они есть, так и совершенно, в общем-то, на бесплатной, безвозмездной основе. Ну, и к 31-му, да? Да, можно, можно прийти к 31-му. 31-го декабря – это любимый новогодний праздник, новогодняя ночь на площади Куйбышева. И знаете, Татьяна, вот смотрим, в течение последних лет людей становится все больше в новогоднюю ночь. Вот о чем это говорит? О чем это говорит? Наверное, о том, что люди встречают Новый год дома, и после этого они с удовольствием идут прогуляться. Куда они идут? Они идут, едут на площадь Куйбышева. Потому что здесь в 12 часов полночь. И поздравления наших руководителей и города, и регионы, и страны. В полночь будет у нас лазерное шоу. В час ночи, ну, мы понимаем, что многие встречают именно в полночь Новый год дома. И к часу ночи уже площадь еще больше, она наполнена. В час ночи будет фейерверк. Конечно, наши самарские самые любимые артисты, не буду уж фамилии, имен, явки раскрывать. Конечно, это интересная, очень разнообразная программа. И танцевальная, и конкурсная, и интерактивная программа со зрителями, какие-то флеш-мобы. Конечно, музыкальные. Все наши лучшие, самые любимые коллективы. И вот такого же рода программа, я тоже хочу сказать, она пройдет в новогоднюю ночь на Самар-арене. Поэтому вот две такие центральные точки, да, в разных районах города, они будут работать для жителей. Вы сказали про самарских артистов. Будут ли звезды, как мы говорим, приезжие? Вы знаете, наши звезды, они вот не хуже. Перепоют любого другого. Несколько, да. Потому что ребята очень талантливые, и им тоже хочется предоставлять возможность выходить на такую главную сцену города. Вы уже сказали, такая народная составляющая, Дед Морозы национальные. А здесь среди выступлений тоже будет такая народная составляющая в концерте? Если мы говорим о народной, это обязательно. Но я все-таки скажу, кто будет. Потому что ж не только есть рада будет. Коллектив Незабава, например, это ансамбль народной песни. Театр народной песни, добро совершенно. Ну, понимаете, с каким репертуаром эти люди у нас приходят. Потому что удивительно, вот именно в эту ночь хочется чего-то такого, чтобы подняли на стороне, вот с истинно народным. Конечно, песня про мороз, про зимушку, зиму. Конечно, все это будет про метель, все обязательно. И русские народные, и зарубежные частично песни прозвучат, потому что все равно вот мы... Ну, та же дискотека, наверное, будет работать и в эту же ночь. Для любителей активного здорового отдыха, все-таки, вот вы сказали, катки основные будут. Да. И в районах тоже будет организована такая спортивная массовая, да, вот катки? Да, потому что я знаю, что и департаментом спорта совместно с районом подготовлена большая такая программа. Сейчас я еще расскажу вот про площадь отдельно, про эту тему. Каткова действительно заливается много и во дворах, и в школах, и при спортивных организациях. И есть ведомственные катки, как мы тоже понимаем. Поэтому пойти есть куда покататься. Но в этом году большая программа подготовлена и на площади Куйбышева, она спортивная. Вот две составляющих. Одна называется «Спортивный дворик», и вторая программа на катках называется «Новогодние старты». Это и показательные тренировки, и открытые матчи, и мастер-классы по зимним видам спорта. Людям нравится, правда. Вот попробуйте где-нибудь в керлинг поиграть, а на площади Куйбышева это можно сделать. Это, конечно, здорово. Да, действительно. Будет работать и лазер так, можно там даже как-то посоревноваться и в меткости. Поэтому это очень интересно будет. Приходите. Потому что, действительно, чтобы программа была полноценной... Надо двигаться. Да, надо двигаться, не только культурно и творческо, когда опять же приходишь в тот же театр, садишься и сидишь. Безусловно. Вы знаете, мне кажется, это очень большое желание сейчас у горожан есть к активному отдыху, к движению, потому что не успели буквально... Погода была, да, видели, какая. И снега недостаточный, морозы в декабре было не очень. Так вот в последние дни только нам удалось как-то залить, наконец, катки и установить вот все хоккейные коробки. Вот как только это произошло, вот они полны, понимаете? Вот люди соскучились, наверное, по движению, по свежему морозному воздуху, по румянцу, вот поэтому, по клюшкам конька. Но нужно отметить, что в последнее время действительно Самара становится таким открытым городом. Очень много таких массовых и спортивных, и культурных мероприятий. Это видно. И поэтому люди, так скажем, подтягиваются к этому. Совсем недавно у нас в гостях был Сергей Васильевич Филиппов. И когда я его спросила, можно ли назвать Самару культурной, кроме космической и купеческой, он сказал, конечно же, да. Что вы скажете по этому поводу? Я соглашусь, Сергей Васильевич, поддержу, конечно, коллегу. Потому что время заканчивается декабрь, это время подведения итогов. Скажите, как Самара движется к этому, к тому, чтобы назвать себя полноценно Самару культурный город? Какие мероприятия в течение года проводились? Какие вам лично запомнились? Чем был наполнен вот этот культурный город Самары? Вы знаете, да, вот если оглядываясь назад, вот в течение этого года много было сделано интересного. Ну, наверное, в первую очередь открытых таких мероприятий, потому что мы видим, насколько высок к этому интерес. Вспомним с вами Седьмую симфонию, фестиваль на площади Куйбышева, когда больше четырех тысяч человек в партере слушают с удовольствием, с интересом классическую музыку солистов Большого театра. Мне кажется, это очень здорово. Я знаю, что вот и оркестр нашего оперного театра тоже выходил за свои стены, тоже давал концерт. Это тоже на ура воспринимается людьми и гостями города, потому что это правда интересно. Если мы вспомним, опять же, ко дню города, Open Jazz наш, Самара Open Jazz концерт, ну, прекрасная площадка на амфитеатре. Вот мы ее как-то в прошлом году освоили, она очень любимая стала, она действительно комфортная, удобная. Появляются новые общественные пространства, и каждое из них ведь оно тоже имеет свое лицо. И, ну, наверное, это задача даже на будущее, да, посмотреть как, что можно делать на Крымской площади, что можно делать на обновляемой вертолетной площадке, а там потрясающие ландшафты, да, что можно сделать, вот, я не знаю, опера на закате или еще что-то. Это же какие-то совершенно интересные новые вещи. Ну, если вспоминать, что еще, конечно, прекрасный фестиваль духовых оркестров. И он, если раньше, ну, как-то ограничивался, может быть, концертными мероприятиями, то теперь оркестранты с удовольствием встают в парад, и по главной улице с оркестром они идут, маршируют, играют. Мне кажется, это такой праздник, опять же, фестиваль цветов. Визуальная красота, эстетика такая, понимаете. Вот есть что вспомнить, и действительно, это, мне кажется, на каком-то новом интересном уровне. И тем более, что привлекаются и специалисты из других городов. Это вот не наше замкнутое пространство, где мы друг друга уже знаем возможности и способности. А когда специалисты из Санкт-Петербурга, там даже, мне кажется, да. Ну, у нас много было зарубежных. Да, из зарубежных. Потрясающие флористы, им очень понравилось. Они готовы и друзей привезти, и сами приехать. Поэтому, конечно, новый уровень. Поэтому много, много, много. И задумок много, и на следующий год мы помним, что это год победы, год памяти и славы, конечно. Это очень будет большой и значительный блок работы. Но, безусловно, и другие мероприятия будем проводить. И хорошо бы еще, если бы вот эта тенденция выступлений на открытом воздухе, она бы продолжилась, потому что замечательно. Вот люди гуляют. Вы знаете, она обязательно продолжится. Вот буквально тоже вот в воскресенье 22-го числа прошел завершающий концерт сезона 2019-го года проекта «Культурные сердца России». Да. Закрывали его в дирижабле. И Дмитрий Игоревич Белазаров, и глава города, и Лена Владимировна была. И вот это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Статус мероприятий уже обозначен. То есть вот то, что ребятам молодым предоставляется возможность. Ну, организовали площадку, предоставили звуковое оборудование. Как-то просто разрешили выйти и публично выступить. Это же очень здорово. И появилось очень много таких талантливых людей, которых мы не знали. Мы их просто не видели. Они, ну, как-то не приходили. И в этом проекте вот только на набережной больше 50 коллективов выступило. И из них вот, когда подводили итоги этому проекту в этом году, да, мы посмотрели. Но ребята, они только в этом году, например, организовались. И они уже, вот они уже с нами, они уже такие артисты. Они уже становятся популярными. Кто-то набирает огромное количество просмотров в Ютьюбе. Очень интересные проекты, совершенно разные. И танцевальные, и музыкальные, и барабанные, и этнические инструменты. Но это то, чем сейчас вот, ну, наверное, живет молодежь наша. Да. И для них это интересно. И в следующем году это обязательно будет продолжаться. Это как раз открытый воздух, опен-эйры. И не такие массовые, да, какие-то программы, о которых мы немножко раньше говорили. А вот такие атмосферные, скорее, вещи, которые, ну, мне кажется, создают атмосферу совершенно неповторимого волжского города-курорта. Все-таки как они его и позиционируют, эти ребята. К этому такому движению подключились и музеи. Хочется их тоже отметить, потому что прекрасно работают музеи, организуют на открытых площадках тоже. Музеи прекрасно работают. Какие-то мероприятия приглашают. А в областных музеях, а в муниципальных, конечно. Они люди очень творческие. Да, да, да. Они многое умеют, многое понимают, и они видят. И в музеях работает, вы знаете, очень много молодежи. Да, вот это вот удивительная тенденция, потому что у них совершенно другое видение, взгляд, подход. И они, молодежь, делают дорогу к музею короче и для молодежи, и для семей, потому что уже мастер. И, в принципе, все программы, вот культурные программы, они, наверное, такая тенденция вообще, я не знаю, и федеральная, и всемирная. Они становятся ближе, чтобы можно было что-то потрогать, можно было, ну, я уж не говорю про музейные экспонаты, конечно, это нельзя, но что-то смастерить своими руками, в чем-то принять участие, на какие-то вопросы ответить. То есть вот такая интерактивная жизнь, она очень важна и становится для культурных программ. Да, и вот музей Эльдара Рязанова, у него даже статус какой-то новый, да, по-моему, отметили на федеральном уровне. Да, это тоже в этом году очень успешно приняло участие в московской выставке, в такой вот всероссийской, очень удачно. Поэтому видно вот общую картину, она вырисовывается уже действительно, Самара, культурный город. И для того, чтобы каникулы эти и праздники стали еще содержательными, не только развлекательными, хотелось бы попросить у вас в завершении программы дать несколько советов, как наполнить себя, каким содержанием можно в культурном плане. Что почитать, посмотреть, куда сходить? Может быть, вот ваши личные предпочтения? Я бы пошла, конечно, наверное, на 2-3-4 представления и в государственный и муниципальный театр. Ну, не буду называть. Каждый по душе выберет по своим вот этим. Мне кажется, это надо сделать, потому что и ценовой диапазон достаточно доступный. Я бы сходила, наверное, на какую-то одну-две программы в музее. Интересные программы. В литературном и в модерне хорошие программы. Ну, мне кажется, это интересно. Почитать? Ну, не знаю. Ну, вот это уже тут, наверное, надо налюбить. Как-то смотреть уж что-то особо новогоднего, я вам не подскажу. А посмотреть? Давайте все посмотрим. Комедия нашего замечательного, любимого, родного, земляка, режиссера Эльдар Саныча Рязанова. Самый новогодний какой фильм? Их два. Кранавальная ночь и ирония судьбы или с легким паром. Я думаю, что это надо обязательно сделать перед новогодними праздниками или в новогодние каникулы. Спасибо. Ну, на этой прекрасной ноте, на ваших пожеланиях мы завершим эфир. Спасибо за ваше настроение, пожелания и за те советы. С культурной точкой зрения. С наступающим Новым годом и вас, и телекомпании, и, конечно, всех телезрителей. Присоединяюсь. Всего хорошего. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин